здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко в этом видео я раскрою секреты и дам полезные советы диетолога как приготовить овсянку для здоровых мужчин и женщин любого возраста особенно эта информация нужна будет детям и подросткам впереди активного роста гиперважно приготовить здоровую овсянку как и другие продукты питания а также если вы занимаетесь активно спортом фитнесом ведете интеллектуально насыщенный образ жизни либо хотите просто жить лучше и дольше вам нужно знать мой базовый способ приготовить овсянку современных условиях известный способ приготовить овсянку просто залить кипятком или варить в воде я бы сказал он устарел лет на 50 а может быть и более просто оглянитесь вокруг экология за последние десятки лет очень серьезно изменилась не в лучшую сторону а уровень здоровья снизился благодаря тому что образ жизни стал более интенсивным и здесь правильное питание в том числе овсянка гиперважны поэтому досмотрев это видео до конца вы узнаете какое значение имеет в приготовлении овсянки правильным для вашего здоровья душлаг терка картофель и чистка вы знаете какие секретные ингредиенты лучше использовать приготовление овсянки чтобы вы жили лучше и дольше и так как приготовить овсянку правильно лучше всего конечно готовить овсянку на воде нужно выбрать правильно крупу ссылку на видео я дам чуть позже а далее что вы делаете с крупой первый полезный совет диетолога я бы советовал вам крупу помыть конечно если вы полностью контролируете процесс перемещения овсянки с поля через различные системы обработки хранения продажи до вашей кухни можете этот этап пропустить если вы уверены что овсянка просто чистая невинно но я бы советовал все таки от части гипотетической опасности таким простым способом избавить иными словами промываете под холодной проточной водой овсяную крупу далее что вы делаете а далее вы к овсянке добавляете первый секретный ингредиент и он попадает в овсянку с помощью картофеля чистки этот ингредиент это яблоко и вы просто снимаете наружную кожицу для того чтобы убрать витамины уменьшить вы овсянки количество витаминов которые находятся под шкуркой ничтожно по сравнению с тем что воск находящийся на поверхности этой шкурки нарушит работу вашей печени у вас может быть явление жирового гипотоза просто связано с тем чтобы неправильно употребляли когда-то яблоки теперь вы знаете как яблоки использовать правильно и картофели чисткой вы снимаете наружную кожицу далее у вас есть выбор если вы хотите показать что вы знаете как готовить овсянку правильно тогда вы продолжаете измельчать яблоко с помощью картофеля чистки и измельченное яблоко попадает к овсяной крупе если вы хотите скрыть свои знания либо кто-то из ваших друзей знакомых родственников любит есть овсянку но считает что яблоки там не нужны используйте картофели чистку самую мелкую возможность измельчить яблоко растираете яблоко в пух и добавляете к овсянке что вы делаете далее далее вы овсянку к овсянке добавляете нужное количество воды и варите до готовности постепенно увеличивая не нужно торпиться быстро вскипятить этого не нужно для того чтобы извлечь во первых полезные вещества из овсянки и самое главное должно хорошо термически обработаться яблоко в этом случае те протопектины которые находятся в яблоке превращается в пектины это прекрасные сорбенты и теперь вам не очень большое значение имеет содержание пестицидов гербицидов канцерогенов в овсяной крупе которое могло появиться там в процессе выращивания а также вас не интересует сколько стирального порошка мыла косметики находилась в овсянке если вы не уверены как ее правильно хранили до того как вы ее купили пектины яблок соберут эту опасность которую накапливает крахмал крахмал пищеварительной системе здорового человека должен перевариться иными словами все эти вещества освобождаются и тут пектины яблок находятся рядом которые прекрасно их соберут и на своей поверхности вынесут из вашего организма в этом случае у вас не будет запора на овсянке часто бывают запоры пектины яблок увеличивает объем каловых масс и ликвидируют эту опасность для вашего здоровья и в этом случае у вас получается приготовить овсянку правильно специи и пряности по вкусу сахар соль это как вы привыкли добавляете по своему вкусу и первый способ приготовить овсянку для вашего здоровья активного долголетия готов второй способ может получиться в случае если вы не уверены овсянка свежая либо овсянка уже какое-то время достаточно продолжительное ждала прежде чем появиться у вас на кухне или вы ее долго хранили и прогоркли жиры когда их слишком много овсянка горчит когда их немного овсянка не горчит а онкологический риск появляется и вам нужно задать другие факторы риска как предупредить или как выявить онкологию на ранних стадиях оценивая разные про онкологические факторы один из них это длительного хранения овсянка жиры которые могли разрушиться и превратиться в канцерогены и в этом случае вам лучше использовать не яблоко а другой секретный ингредиент диетолога который тоже надеюсь есть у каждого из вас на кухне это морковь как подготовить морковь я всегда советую морковь нести счищать наружную кожицу вот под кожицы в моркови гиперважное количество огромное количество биологически активных веществ особенно витамина а снимая кожицу вы фактически получаете жмых от моркови так конечно витамина пропитана вся морковь но большее количество именно под кожицей морковь когда растет она упирается в грунт и вместе хронической травмы всегда находится огромное количество биологически активных веществ важных вашему организму которые могут предотвратить развитие онкоклеток в организме и морковь лучше перед тем как вы будете ее очищать подместить воду когда грязь намокнет просто механически удалить из поверхности и измельчайте морковь с кожицей а измельчать нужно правильно на самой мелкой терке в этом случае морковь появляется вы овсяной каше вновь добавили морковный жмых поместили на огонь и при медленном нагревании пектины моркови точно также становятся сорбентами и тоже могут уменьшить экологическую опасность а витамин а прекрасный про противо онкологический фактор пожалуй самый сильный про витамин а моркови называется бета-каротин вы кишечнике либо в печени либо после термической обработки он превращается распадается на две молекулы витамина а это прекрасное влияние на ваш организм на вашу иммунную систему профилактика онкологических заболеваний здесь и сейчас а что вы делали вы просто правильно приготовили овсяную крупу ну третий способ приготовить понятно комбинация двух предыдущих в этом случае вы получаете больше возможности для очищения вашего организма от нежелательных веществ и больше возможностей для улучшения работы вашей иммунной системы в отношении онкологических и кардиологических заболеваний тоже витамин а известный фактор борьбы с атеросклерозом а пектины моркови они буквально заточены на выведение кисленого холестерина и эффективное снижение уровня холестерина в сыворотке крови соответственно профилактика атеросклероза в этом случае вы получаете прекрасную овсяную кашу для людей любого возраста с помощью которой вы можете и экологию современную ее негативное воздействие на ваш организм уменьшить но и предупредить в будущем две основные группы заболеваний это онкологические и кардиологические и если вы готовите овсянку правильно вы будете жить и лучше и дольше на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов с вами крепкого здоровья и разумного к нему отношениям если вы считаете что на это видео можно поставить лайк скромничайте если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях по мере наличия свободного времени буду на них отвечать и больше полезной информации вы получите как же все-таки приготовить овсянку правильно для похудения или для набора веса для детей для взрослых для занятий фитнесом чтобы и цель достичь которую вы хотите и здоровья сохранить до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram не забывайте искать кулинарный канал доктора скачко там много полезной информации как правильно готовить различные продукты питания напитки чтобы жить лучше и дольше